Так, по времени сколько это? Какие правила нашей игры? Итак, у каждого из вас есть по 11 вопросов. Про каждого из вас. Я задаю по очереди. Сначала Маше, потом Тимуру. Потом Маша, опять Тимура. Друг про друга, да? Друг про друга. На различные темы, даты, названия и всё-всё остальное. Игра называется «Как хорошо вы знаете друг друга?» За 18 лет. За 18 лет. Как хорошо мы знаем друг друга с тобой, Тимуря. Карантин – хороший повод разобраться в этом. Поехали. Да, главное, чтобы с последствиями разобрались. С кого начинаем? Давай, давай бросим. На Юзефа. Давай. Я уступаю тебе. А, спасибо, дорогой. Вот бы ты мне всегда так уступал во всём. Ну, зачем же? Какая-то жизнь будет слишком простая. Поехали, давайте я начну. Я возьму этот удар на себя. Хорошо. Маша, как зовут любимую бабушку Тимура? Катя. Всё правильно. Конечно, правильно. Хорошо. Тимур, для разминки. Какого цвета у Маши глаза? Ну, по-моему, коричневая. Знаете, какой тебе нужен? Коричневая, конечно. Молодец! Это только разминка. Потому что у меня, например, разные. Самое время поговорить о тебе, любимый. Внимание! В каком городе родился папа Тимура? Во Владикавказе. Нет. А где? Он родился в Беларуси. В Беларуси? Я не знала. В городе Гродно. Я этого не знала? Да, у моего папы просто папа. Был пограничник. И он охранял советскую границу. И там родился мой отец. А сколько они там прожили? Ну, по-моему, года сколько? Наверное, года 4-5. Я ничего не знала про Беларусь. Ну, да. Часто мы об этом не говорили. Вау. Я могу вас оставить. Все, обнимемся. Хорошо. Следующий вопрос. Тимур. Как зовут детей Машиной сестры Лизы? Ну, Варя и Сергей. Правильно. Ну, я же не такой. Ну, какие-то проблемы. Если бы тебя спросили, где родился мой папа. Ну, ты знаешь, где родился мой папа. Ну, твой папа родился в Краснодаре. Это мама моя родилась. Ну, ты помнишь? Вау. Да. Ну, точно не в Магадане. Не. Поехали. Следующий вопрос. Маша. Каким видом спорта занимался Тимур в школе? Баскетбол. И теннис. Ну, теннисом большим. Теннисом большим, а потом баскетбол. Совсем мало, да, но баскетбол. Баскетбол. И теннис. Легко. Легко. Сейчас легко для Тимура. Какими танцами занималась Маша? Народными, бальными или латинскими? Ну, это легко. Давай. Не подсказывай. Ну, конечно же, народными. Потому что, ты же сама рассказывала, тебе не могли найти партнера никак. На бальных. На бальных. Я чуть-чуть позанималась бальными. Все мальчиков нашли, а мне жирафини не нашли. Я пошла в народные танцы, да. Это правда. Правильный ответ. Поэтому у тебя очень часто в танцах элементы народных рекорд. Вот так я позорюсь к нам. Клубе. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Да. Да это неправда. Проявляется тогда, когда ты будешь танцами. Руки дальше. Дальше. Маша, сколько у Тимура крестных детей? Да. Раз, два, три. Три. Четыре. А кто четвертый? Софийка, Софийка. Мальчик? Соломия. Соломия. Точно, четыре. 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 Добрый человек. Тимур, для вас сейчас будет очень сложный и ответственный вопрос. Когда день рождения у вашей тещи? Ну, когда, когда? Это в январе 25-й ноября. Правильно. Правильно. Мамочка-привитик. Сдал, сдал наш малыш. Вероятно, что мама это посмотрит, проверяю. Сто процентов. Сто процентов. Следующий вопрос, Маша. Какую книгу сейчас читает Тимур? Нет, я не скажу. Он читает такое количество книг на английском языке. Несколько книг в неделю. А если они вот такие вот, то за несколько недель это... Ну, что-нибудь про экономику, наверное. Что-нибудь про деньги. Что-нибудь про то, как в бедной стране поднять экономичес... Не, ну что? Что ты читаешь? Ты сама мне говорила про этого автора. Да ладно, ты начал Грея читать. Что ты че? Я сейчас пойду в кабинет посмотрю. Нет, я про фантаста этого. Какого? Исака Асина. А, ты его? Я не читала. Да? Да. Я пропустила. Преводил. Я как не пройду в кабинете, у тебя английская какая-то книга открыта. Но я его просила прочесть Джона Грея «Мужчина с Марса, женщина с Венера». Ему автор сам собственноручно оставил автограф. Так и написал. Дир Тимур, блин. If you want to live with Masha a hundred years, please, read this book. Ну, у меня теперь есть сто лет. Он мне вкратце рассказал о чем книга. Ну, прочти эту книгу. Обязательно. Все мужчины должны ее прочесть. Обязательно. Читают почему-то женщины, а мужчины сразу получают пособие к тому, как быть счастливым. Сделать счастливой женщины. Сейчас я начал читать книгу про микробов. Сейчас это очень актуально. А что про микробов ты читаешь? Я считаю, что это важнее. Ну, как мы с ними живем вместе. Ну, как, видишь, вот с вирусами сейчас есть вопрос, проблемы. Так что книга вылечит нас всех. Что делать? Мы правильно дома сидим? Конечно, правильно. Главное сидеть дома и в своей маленькой биосфере. Быть своими микробами и у себя же будет. Ну, потому что они нас знают, мы их знаем. Поэтому пока мы с ними сожидимся. А чужие нам пока не нужны. В общем, с книгой лажа, да, у меня? Нет, ну, этот человек читает больше всех, кого я знаю. Нет, ну, я видел твою столбку. Там тоже очень много всего. Ты сейчас занимаешься изучением сознания. Или человеческого? Женского. Женского. А женщина не человек? Безусловно чего-то. Поехали дальше. Тимур, как Маша спит? На боку, на спине или на животе? Ну, конечно, на животе. Правильно. Я засыпаю только на животе. Хотя говорят, это бредно. Но мне все равно. Маша, какую рубашку выберет Тимур под джинсы? Серую в клеточку, голубую в полоску. А вот какие джинсы? Серую в клеточку. По моему, под джинси. Голубую в под джинсы. Ну, к моему большому сожалению, он выберет в клеточку ужасную, цветную. Если я ее еще не сожгла, вот эту клеточку. Но, по-моему, я ее выбросила уже. В клеточку. Или голубую? Голубую. Голубую. У меня все гораздо проще. Серую. Какую? Еще проще. Полоску? Я все назвала. Ну, это серая. Но, в первую очередь, та, которая ближе всего. Чаще всего, это серая. Вы меня путаете. Блин. Да, он возьмет ту первую попавшую, за которой она висит. И выглажена. Сбили меня. Ну, ты... Но ту клеточку я сожгу. Ненавижу ее. Следующий вопрос. Тимур. Как часто Маша ходит к косметологу? Ну, не знаю, к косметологу, но постоянно... Нет, вот к косметологу я хожу. Систематически. Как часто? Раз в два недели. Да? Или не раз в неделю? Один раз в неделю. Раз в неделю? Да. Думаю, что два. Нет, ну... Еще ногти, еще педикюр. Я не делала, как часто. Волосы. Что еще? Один доктор, второй доктор. Ну, короче, это вторая работа. Да. Массаж. Тимур, следующий вопрос тоже к вам будет. Какое слово паразит у Маши? Слово паразит. Ну, у меня, наверное, их точно больше, потому что Маша у нас все-таки филолог. Ну, дома не всегда. Ну, дома не всегда. Вот у тебя елки-палки. Да елки-палки, ты говоришь всегда. Даже сын нашел. Ну, да, он учился тоже. Какой же... Какой же у тебя паразит? Ну, я думаю, паразит одна реакция на меня лично. Что ты выдумываешь? Никогда. Ну, я стану одинаково намерять. Как? Ну, как? Сделай это, сделай это. Я так не говорю уже. Нет? Я говорю, было бы неплохо. Было бы неплохо. Было бы неплохо. Мне было бы очень приятно, если бы ты сделал. Вот так. Конечно, это звучит не в такой нежный ход. Я не помню, какой мне слово паразит. Какое? Я не знаю, какой мне слово паразит. Я матюкнуться могу, но об этом уже знают все зрители моего ютуба. Ну, это не паразитирует твою речь. Значит, и вам нет. Какой размер обуви у Саши, Тимур? 25-26. Боже, 25 размер, когда ему было 2 года. Или 3. Я же не 30-й. 31-й. Ого. Ничего себе, дядька. Маша, во сколько просыпается Тимур? В 7 утра звонит в будильник. До 7.30 он валяется. Затем встает. Делает завтрак. Просыпается раньше всех. Потом уже все мы. Тимур, перечисли 3 главные телепроекта в жизни Маши. Ну, это подъем. Да. Был эти все. Кто сверху? Какая еще там? Кто сверху? Я никогда не вела кто сверху. Никто сверху. Я там принимала участие. Так, что у тебя еще было? Кто-то шоу, да. Шоу Макдону. Ну, короче, да? Да. И третье. И третье. Конечно же, экзамен. Это YouTube. А не деликайк. Ну, они все одинаковые. Короче, он потерял интерес к моей телекарьере еще в подъеме. Он и подъем-то видел два раза, когда я... И то в истории. И то, да. В исторических хрониках. Нет. Фабрика. Третий проект. А, фабрика. Точно. Сюрприз. Сюрприз. Да. Семечки есть у меня, по-моему, спиня. Не любит, не любит, не любит мои телепроекты. Тимур, ну, потому что ты всегда мне говоришь, что телевидение для меня это форматный жанр, загоняющий меня в рамки. Вот. Поэтому ты никогда, ты смотрел, не смотрел ни одного проекта. Фабрика только смотрел. Чур, смотрел. Танцы смотрел еще. С зерканами, но только отдельные. Отдельные программы. Самые интересные. Самые. Так, чтобы быть материалом. Нет, в танцах меня Тимур очень поддерживал, конечно. Следующий вопрос. Маша, что Тимур любит на завтрак? Омлет, яйца. Любой вид яиц приготовленных. Он делает какое-то месиво. Добавляет туда все, что есть из холодильника. Иногда это какие-то даже несовместимые штуки. Но да, оно обязательно все живет в яйцах. Что, неправильно? Все правильно. Да. Борщ иногда может съесть на завтрак. Это для меня всегда загадка. Человек может съесть борщ на завтрак. Ну, меня с детства научили. Завтрак есть. Он должен быть плотный. Обед менее плотный. А ужин? Отдай врагу. Ну, да, но... Ну, он врагу не отдается. Врагу не сдается. Следующий вопрос. Тимур. Какое последнее интервью вышло на канале Маши в YouTube? Ну, вот с девочкой, которая пела песню... Ну... Не подсказывай, какое он. Охрана... Это интервью, Идарька, вышло месяца полтора назад. После этого уже вышло интервью с Кристиной Лебедь. После этого вышло уже интервью с известным семейным психологом, которая рассказывает, как сохранить семью во время карантина. Саня, иди к нам. Хочешь? Иди к нам. Иди? Иди к нам. На ручке. Маме. Не надо. Он бы чашу на руку. Маша, вам вопрос. Что выберет Тимур? Поход в лес или прогулка на лодке? Я думаю, что и то, и другое. Но сейчас все больше в лес. Ну да, пока в лес. Лодки тут реально не наблюдаются. Да, пока в лес. Так бы угрёб, понимаешь? Хотя можно было бы. Когда Маша стала почётным послом ООН? В... По семнадцатом году? В мае восемнадцатого года. По чёсным. По чёсным. Так, вопрос к Маше. Какой размер ноги у Тимура? Ну, сорок шесть. Ну да. Сорок шесть с половиной. Да, я там приуменьшил. А сколько ты сказал? Сорок пятый? Да. Нет, у тебя сорок шестой. Ну да, больше. Я лучше знаю... Он не хотел бы... Поверьте мне. Я намного лучше знаю все его размеры, чем он сам. Любимый актёр Маши. Тимур. Актёр? Да. Актёр, да? Актёр. Не угадает. Любимый актёр. Это она, наверное. Актёр, это актёр. Нет, муж точно мужского пола. Точно мужского пола. Она, это актриса. Актёр, это он думает просто. Актёр. Просто сдайся. Он не попадался? Конечно. Я тебе даже говорила стурат о нём. Ты говорила, ммм, вот так. Понятно. Назовите фильм, и может он так выгодает. Двенадцать лет рабства. Господи. А-а-а, этот самый, который сыграл Стив Джобс. Какой Стив Джобс? Финн. А, он был, он не играл. Люди Икс. Люди Икс. Он этот самый, как Джексон. Ник Джексон. Ну, подожди, ну, темнокожий этот актёр, он играл. Нет. Это актёр. Киана Ливз. Он не играл. А, Ливиз не играл. Подожди. Никиана Ливз, он не играл. Это матрица. Люди Икс, Люди Икс. Лысый какой? Бесславные ублюдки. Ханна тебе, лысый это ты. В моей жизни единственный лысый. Сдавайся, скажи, сдаюсь. Ты не вспомнишь. Бесславные ублюдки. Он не смотрел Бесславные ублюдки, но у тебя не... Почему я смотрел? Я смотрел. Но это точно не этот самый, как его... Брэд Питт. Точно не Брэд Питт. А-а-а, Шварц. Нет? Кристофер Вальц. Кристофер Вальц. Кристофер Шварц Вальц. Нет. Нет? Майкл Фассбендер. Ты ж знал, правда? Майкл Фассбендер обожаю. Он не лысый? Рыженький? Тебе нечего переживать? И женат. Не переживаю. Как видишь, не переживаю. Фассбендер надо будет изучить. Я не переживаю, но надо будет изучить. Следующий вопрос. Любимая страна Тимура? Америка? Да. Америка. И последний вопрос вам, Тимур. Какое любимое блюдо у Маши? Салат из свежих овощей, тыквенный крем-суп, рататуй или запеченная рыба? Я думаю, что тыквенный крем-суп. Или запеченная рыба, или салат. Все перечисленное, любимый. Ну, видишь, почти. Но вот там что-то было четвертое, третье. Точнее, было третье. Короче, я все угадала. Кроме папы, родившегося в Беларуси. Все тоже, кроме фассбендера, я все угадал. Все угадал? Нет, я не угадал Сашенькину ножку. Размер. Вот. Свой размер. Свой размер. Баги, ты не угадал, Тимур. У тебя много прокола. Ну, это не салат. Я победила. Я знаю тебя лучше. Потемкайся. Назовите дату вашей первой встречи с Машей и расскажите историю знакомства. Ну, дата это была 8 мая 2002 года. В Ялте. Ну, по-моему, эту историю уже знаю все. И Маша очень часто вспоминал. Мы встретились на, как бы это ни было банально, на набережной Беларуси. Вот, куда я приехала с друзьями, чтобы ныгать в нашем Черном море. Это были майские праздники. 2 мая я шла по набережной с подружкой Верой, с которой мы поехали страдать по поводу разбитых собственных сердец. Вот. И у меня, у нее были драматические, как бы, отношения, которые закончились. Меня жестоко обманул мужчина, которому я доверяла. У нее тоже какая-то хрень случилась в жизни. И вот мы поехали в Ялту страдать. Страдать, в нашем понимании, это было, значит, выпивать, гулять, не особо за собой следить, много есть. И каждый вечер, значит, вот эту дудку, значит, вот это, понимаешь, гозлы. Гозлы, ну, для меня точно гозлы. Вот. И я была в своем самом пиковом весе. Я уже неоднократно об этом рассказывала. И там я встретил Мари. Случайно. Мы, по-моему, покупали в ларьке что-то или воду, или сок. Мы решили выйти на набережную за сигаретами. Вот. Мне было 22 года. 23. 23. 23 года мне было. Вот. И мы пошли, значит, пошли за сигаретами. Вот. Идем по набережной. И я вообще говорю, Лера, вот скажи, пожалуйста, ой, Лера, Вера, скажи, пожалуйста, а вот, в общем, как ты считаешь, есть ли идеальные мужчины? Задоюсь я вопросом. В 23. Потому что я была уверена, что уже я не встречу такого. Она говорит, ты знаешь, у нас в классе, в школе, в 57-й школе такой был один мальчик. Он, правда, ни на кого не обращал внимания. Он там стоит все время, стоял с пацанами. И мы так смотрели на него все. Иногда он на балкон выходил с друзьями. И мы под балконом, девочки, собираются. И говорят, боже, прям под балконом. Ну, надо же еще. Принц. И тут Вера меняется в лице, останавливается, смотрит на кого-то и говорит, так вот же он идет нам навстречу. И это он. Я тебе только что о нем рассказала. Я поворачиваюсь, смотрю, идет как бы такой викинг, двухметровый, широк в плечах, уверенной походкой. И первый там за последние пять лет моей жизни, кто смотрит на меня ни на как известную девочку из подъема, ни на как известную толстую девочку из подъема, ни на как очень грудастую теночку, которую он где-то видел, а просто вот так смотрит с большим интересом и любопытством. «Привет, Тимур, я Вера», — говорит она. И он говорит, «Привет, Веро». Поворачивается ко мне и спрашивает, «Я вас где-то видел». Я поняла, что, естественно, все-таки он стал в общий ряд со всеми, с которыми я подумала, что он не стоит. И я ответила ему, «Очень смешно». Ну, в общем, я узнавали все на набережной. Вера говорит, «Вообще-то она знаменитость». А я именно с грязными волосами, с кокулиной на голове какой-то, с пачкой сигарет в руках. Он говорит, «Ой, вы знаете, я не смотрю ни телевизор, ничего не знаю про артистов, я только вернулся из Америки. Вспомнил же, где я вас видел. Мы вчера с подружками рядом в кафе бухали, за столиком». Потом пригласил нас с ними в клуб. Мы с Верой пошли. И, собственно, потом мы уже танцевали с ним долго, до самого утра. Потом он меня провожал в гостиницу. Обменялись телефонами. Он телефон потерял, то есть физически потерял свой аппарат. И потом он через Веру меня нашел. Нет, доказалось, что у нас много общих знакомых. Дальше уже не было никакой сложности найти друг друга. Мы встретились через пару дней. Но до этого момента прошло три недели, за которые я уже, в принципе, решила, что этот парень никогда не появится. Появился через три недели, и мы встретились на первое свидание. Вот так. Оставайтесь дома. Узнавайте друг друга получше. Если вам понравилось это видео, оставляйте ваши комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И, возможно, мы будем продолжать делать такое дальше. Да, Дима? Обязательно будем. Скажи, скажи, я все время забываю сказать, ставьте лайки, ставьте колокольчик, подписывайтесь на мой канал. Может быть, когда ты скажешь, подпишутся. Может, им не понравилось то, что... Просто скажи, подпишитесь на ее канал. Подпишитесь, пожалуйста, на ее канал. Ставьте колокольчик. Обязательно колокольчик. Жмите везде. Подписаться. Напоминания, да, колокольчики. И тогда, и тогда, и тогда будете узнавать много-много интересного о нас, о людях. Увидимся. Ваша Маша. И ваша Тимуряша.